Нет проекта, нет финансирования. Власти Сургута ждут документацию по реконструкции лагеря Барсова гора. Подрядчик должен закончить оформление бумаг до конца лета. После того, как проект будет готов, администрация города подаст заявку в округ, чтобы претендовать на финансирование масштабного ремонта учреждения военно-спортивной подготовки юных сургутян. Целесообразность разработки документации, опасения и необходимость реконструкции обсудили в Думе города на Комитете по социальной политике. Слово Татьяне Расторгуевой. Военно-спортивный лагерь Барсова гора, Центра спецподготовки «Спортивный легион» базируется в зданиях 1973 года постройки. Они учреждению достались от бывшей военной части. Наш сургутский лагерь – единственный в югре военно-патриотического формата. Для курсантов здесь созданы условия, максимально приближенные к армейским. При этом Барсова гора весьма популярна у молодежи. За путевками сюда выстраиваются очереди. Конкурс – несколько человек на место. О необходимости реконструкции Центра заявляли давно. Несколько лет назад даже был разработан проект реновации лагеря. Документы уже устарели, поэтому администрация города заказала новые бумаги. Перед этим провели специальную историко-культурную экспертизу. Ведь зона, где будут вести работы – объект культурного наследия регионального значения. Проведена у нас историко-культурная экспертиза на данную территорию. Согласно выводам этой экспертизы, на основании требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия регионального значения, в котором предполагается реализация вышеуказанного объекта, запрещается строительство зданий и сооружений высотой более 10 метров от уровня земли. Историко-культурная экспертиза легла в основу технического задания. Конкурс стоимостью более 5,5 миллионов рублей разыгран. Проектированием лагеря Барсова гора занимаются иногородние специалисты. По контракту документы должны быть готовы к 30 августа этого года. Однако парламентарии уточнили, а есть ли смысл в разработке проекта сейчас, если пока не ясно, на что мы будем реконструировать центр. Не получится ли так, что этот проект устареет у нас, прежде чем будут выделены средства и начало строительства. И мы потом опять будем с вами корректировать. На Комитете по социальной политике прозвучало, что округ готов финансово помочь с реконструкцией лагеря. Но выделят деньги на работы не раньше 2024 года. Впрочем, есть в Югре еще одна программа, адресная, инвестиционная. В ее списках есть Барсова гора, причем стоит проведение работ на 2022. Вместе с тем заявляться на финансирование в правительство автономии сургутские власти не могут, если нет проекта, в котором прописана стоимость реконструкции. На сегодняшний момент 2022 год не исключен. Шансы, что мы останемся в адресной инвестиционной программе, у нас есть. 2022 год еще стоит у нас в АИПе, окруженной программе. Поэтому надежда, что если мы в августе получим проект, инициировать и получить финансирование на следующий год существует достаточно большая. Предварительная стоимость работ есть. По итогам проектирования она, вероятно, будет скорректирована. Важно, подчеркнули в городской думе, успеть заявиться на финансирование, когда округ будет верстать и уточнять программу на следующий год. Для этого подрядчик должен сдать документы вовремя. В департаменте архитектуры и градостроительства отметили, что к 30 августа проект не только должен быть готов, он также пройдет экспертизу. В любом случае, необходимая на реконструкцию Барсовой горы сумма будет понятна и без нее. Парламентарии договорились вернуться к вопросу в июне. В первый месяц лета будет яснее, идут ли в графике специалисты по проектированию. Татьяна Расторгуева, Дарья Давыдова, Владимир Федоров, Сургут, Интерновости.